Представители знака Зодиака Рыбы, мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте! Второй расклад, согласиться нельзя остаться. Событие до конца 2024 года. Ретроградный Сатурн в вашем знаке до 15 ноября. Сатурн – суровый учитель, организация нашей жизни, которую нам предстоит осуществить во второй половине 2024 года. Это могут быть взаимодействия со структурами власти или что-то мы можем официально оформлять, но в целом больше порядка в нашей жизни или наводить придется нам самим, скорее всего, этот порядок и уделить внимание какой-то одной сфере жизни, которая потянет за собой все остальные. Да, это не новая история. Скорее всего, Сатурн ведет, вернет нам на доработку или пересмотр какие-то события из прошлого. Это та часть произошедших с нами событий, которые еще пока не выстроились в какую-то логическую цепочку последовательности. И нам предстоит еще это осуществить. И отчасти может напоминать это дежавюк, но фактически это будет говорить о нашей решимости, ответственности и каком-то важном выборе. Представьте, что судьба наша похожа на своеобразный маховик. Вот как то колесо, которое изображено в Старшем Аркане, колесо Фортуны, в картах Таро. И мы должны запустить это колесо. Может быть, мы прежде пытались его запускать, но у нас ничего не получилось. Либо колесо заржавело, либо, может, крутили не в ту сторону. Так вот теперь наша задача поступить или запустить этот механизм так, чтобы он заработал в унисон обстоятельства. Сатурн дает время, дает время как бы нам правильно с чем-то разобраться, организовать как раз свою жизнь. Или, как я сказала, навести порядок. Ведь этой рулетке судьбы еще предстоит прийти в движение. И значит, что-то будет зависеть от наших приложенных усилий. Мы не можем отдать свою судьбу на волю случая. Давайте мы узнаем, как думают карты Таро, как они видят. И первая колода Таро Добра, которую прорисовала великолепный психолог, художник Колик Барон Рид. И подает образы с позиции позитивной психологии. Поэтому первую карту, которую мы достаем, я назову неожиданности, с которыми мы можем столкнуться. Вы, мои дорогие рыбы-рыбки. Именно неожиданности со знаком минус. Что может быть такого, что вам может помешать? Или то, что, ну, где-то выбьете с клеем. А что как раз вам будет помогать? Или в чем ваша сильная позиция? И три главных события до конца года. Может быть, это сфера жизни, которую вам придется упорядочить. Если мы говорим первое. Тройка воды, карта праздника. Что-то есть возможность сделать очень хорошо, чтобы внести этот праздник. С другой стороны, мы можем так это запраздновать и где-то потерять контроль над реальностью. По тройке воды это всегда приятные эмоции. Это могут быть как и подарки. Или когда хочется внутренне так вот расслабиться, никуда не торопиться. Нет преград. Обратите внимание. Ведь добрая карта. У вас она в неожиданностях. Значит, где-то захочется ничего не делать. Или можем мы как-то немножко сдать на тормоза и думать, что какой-то вопрос решится сам по себе. Или какое-то дело разберется само по себе. Хотя по этой карте работа в команде. Или мы когда закладываем прочный фундамент успеха. Но если мы про команду или взаимодействие с другими людьми, то придется быть как с одной стороны реалистом, с другой стороны неожиданности могут приходить через общение. Люди вас могут удивлять, мои дорогие рыбы и рыбки. Или какая-то правда, может быть, за это время станет, как бы раньше было скрыто, а тут наяву вы будете знать какое-то событие, новость. Раньше вы могли заблуждаться. Или когда, если мы про ваш социум говорим. Но здесь помните, что каждый преследует свои какие-то цели. Поэтому о полном доверии и все же речи, я бы сказала, не идет. Ведь у нас это позиция неожиданности. Хотя сам по себе в период до конца 2024 года по одной карте нет каких-то помех. Ваши сильные стороны. Карта башня. Вы знаете, тут будет что-то меняться. Но тогда даже если и камни с неба, то для вас как будто это в плюс. Но все-таки, кажется, карта башня – это когда мы успеваем в последний вагон уходящего поезда. Вот у вас будет какое-то событие в жизни. Может быть, оно касается вашей личной жизни. Или вашего места проживания. Вашего места работы. Вашего места учебы. Когда вы делаете правильный выбор. И может быть, в последний момент. Все-таки есть такой момент, когда по этой карте, когда мы что-то думали совершенно по-другому. А нам придется быстро как-то себя организовать на что-либо другое. Или принять во внимание то, что происходит, может быть, как в обстановке вокруг вас. И есть такая колода тару ангелов. Там буквально ангел берет человека за руку и выводит из башни, которая будет через несколько моментов разрушена от попадания молнии. Вот что-то подобное может у вас проиграться, когда вы себя в последующем будете благодарить. Эх, какой я молодец, что вовремя сориентировался по какой-то ситуации. Будьте внимательны. В этой колоде карта башни еще и означает опасность. Но у вас в данном случае опасность. Это то, что вам помогает. И помимо опасности, значит, у вас вы люди интуитивные. Вы можете как раз, видимо, это предвидеть, просчитать. Здесь проходит смена парадигмы, неожиданные события, которые где-то меняют вашу жизнь. Это может быть сродни, как, знаете, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот какая-то парадоксальная ситуация, которая буквально для вас со знаком плюс может проиграться. Давайте посмотрим главное событие. Правосудие. Всегда это старший аркан, опять же, закон причины и следствия, и поэтому закон нарушать нельзя. Более того, нужно, чтобы все у вас было как по системе иерархии. Или с учетом того, что вы знаете, как в отношении вас работает закон. Не должно быть каких-то наобум действий или решений на авось, что потом может быть что-то как нормализуется. Нет, вам нужно держать буквально руку на пульсе, потому что это закон причины и следствия. И если мы прежде поступили хорошо, то нам пространство откликается и помогает. Если мы прежде, ну, как-то не очень хорошо, то по этой карте мы можем быть поставлены перед каким-то фактом, и тогда нам придется в одиночку решать тоже какой-то вопрос. Закон кармы, он присутствует. Закон равновесия, мои дорогие. Помни, что посеешь, что и пожнешь. Нельзя где-то думать, что, ну, постепенно само что-то разберется. Также я бы еще сказала, мои дорогие рыбы и рыбки, не обдуманно брать на себя какие-то обязательства. Нельзя. То есть подписывать какие-то важные документы, не просчитав все буквально до мелочей. Может быть, это и будет где-то на волне эмоций, но нет, эмоций ни к чему не приложишь. А правда жизни, она какая-то другая. Давайте мы, будьте реалистом, будьте честны сами с собой. Вот об этом нам говорит карта. Чем дело кончится? И снова праздник. У кого-то может проиграться так, что те вопросы, которые были, как судебное слушание, разбирательство, как раз завершатся. И, скорее всего, где-то этот праздник, то есть если не на 100%, на 100% наверное такого в жизни не бывает, но с большей долей вероятности ваших плюсов решится судебный процесс. Вы, по крайней мере, останетесь довольны. Чем сердце успокоится? Но праздник как будто будет. У кого-то денежные, как, допустим, решится вопрос по части денег или ваших заработков. Девятка чаш, карта самодостаточности и конкретно денежного удовольствия. Это те наши приложенные усилия, когда мы получаем эквивалент. У кого-то это может проиграться, как прежде, может быть, деньги задерживались, а здесь по правосудию вы как раз получаете. Или, повторюсь, у кого-то, может быть, стояли на повестке дня вопросы в суде по части имущества. И тут действительно вы что-то для себя сделаете со знаком плюс определенно. Вы останетесь довольны. Давайте, тем не менее, мы достанем карту совет, как с этим провзаимодействовать, не сглупить, правда. Будьте реалистом. У вас карта башни. Тут может что-то помочь, как ситуация та или иная, но сказать, что надеяться на это, то нет. Другой разговор, куда-то не опоздать самому, вовремя предпринять какие-то усилия. Это точно стоит. Но для кого-то, вот если правда, все же с учетом правосудия, и когда закон кармы, или когда какое-то ваше дело, или часть вашего труда, которая была проделана раньше, скорее всего, вы получите эквивалент, и кто-то из вас после получения денег может вообще как-то сменить ракурс на другую работу, либо на новую должность. Все-таки нулевой аркан – это у нас еще и вдохновение. Если мы говорим о совете, используй как раз это вдохновение, чтобы изменить свой статус, изменить свою жизнь. Но инрандейся сам на себя, вот по совету, потому что сглупить мы, повторяю, все-таки не должны. Что-то тут на повестке дня у вас очень серьезное, мои дорогие рыбы и рыбки. Посмотрите, карта солнца, да еще и аркан правосудия. Это карта нашего эго. Это то, что мы хотим получить. Это то, что мы хотим получить. Как карта счастья, да, мы говорим. Может быть, как место вашей безопасности, решение вопросов по части недвижимости, решение вопросов вашей самореализации. Вот они, как-то солнце, ведь она, это всеобъемлющая карта, которая включает старший аркан, когда нам, в принципе, где-то везет. Вот и у вас в чем-то будет везение, даже с учетом арканом башни, хоть камни с неба. Аркан солнца я не достаю дополнительной арканы, потому что, ну, правда, второй, старший, и раньше, когда солнце выпадало, вообще останавливали всяческие прогнозы и гадания, говорили, иди, у тебя все хорошо. Потому что, да, не будет как-то безоблачно, или вы не будете оставаться в бездействии. Нет, предпринимать что-то придется. Но если мы смотрим, как варианты, вот варианты у вас прекрасные. Давайте мы и еще один старший аркан. У вас что-то на кону интересное. Колесница. У кого-то поездка, у кого-то переезд. Карта. Это сама по себе именно в этой колоде карта успеха. Это вы мчитесь буквально на колеснице к своему успеху с учетом аркана солнца. Но, видимо, предварительно вы должны как все точки над и расставить. И чтобы не было какого-то дела или каких-то непонятных документов, которые вас могут тянуть назад. Поэтому будьте внимательны, где вы ставите подписи или у кого-то может быть кредиты, чтобы они буквально не помешали поменять работу, уехать куда-то очень далеко. Я могу такое предположить. Паркану колесницы в этой колоде проходит победа. И буквально есть такое значение. Я падал, но поднялся вновь, чтобы жить свободно, честно, умело. Вот по-другому какая-то организация жизни. Нам об этом уже сказали. Используйте вдохновение, но не должно быть. И какого-то просчета, мои дорогие рыбы и рыбки, мне нечего добавить. Два прекрасных старших аркана. И ведь тут у каждого в своей сфере жизни. Как тут события? Перемены сами по себе в вашей жизни, они точно будут. Чем дело кончится? Давайте я все же достану. А как тысячу дорог сойдутся в одной точке. Будьте внимательны. Тут правда даже какие-то непредвиденные события или то, почему вы горюете, у вас оно как-то начнет развиваться в другом направлении. Или вы думали, допустим, сменить работу и пойти работать в одну организацию. А тут может так перекрутиться все, что вы пойдете куда-то в другое место и останетесь довольны, будете благодарить проведение, что вы туда в первое место не пошли. Или у кого-то по учебе вы собирались поступать в одно учебное заведение или учиться на что-то одно, на какую-то одну специальность, а тут вы тоже можете переиграть. Или вы собирались уехать в какой-то неопределенный срок, а здесь словно пространство уплотняется. И вот эти все дороги сходятся в одной точке. Вы наращиваете темп. Чем дело кончится? Не кончается. Именно как продолжение следует. А чем сердце успокоится? Еще один аркан. Справедливость. Это правосудие. Вам, знаете, как нельзя девать ни розовые очки, ни себе устраивать философию. Быть честным с самим собой от начала до конца. И на себя не взять каких-то обязательств, которые в последующем вам могут осложнить жизнь, мои дорогие. Потому что чем сердце успокоится? Оно успокоится, когда у вас все под контролем. Когда вы, мои дорогие, у вас и документы в порядке. Когда вы занимаетесь тем, что вам нравится. Когда вы видите какую-то объективную реальность. Когда с учетом, может быть, правил каких-то вы действуете. Когда где-то все по закону. Давайте мы карту совет достанем. Выбор придется делать. И этот выбор не должен затянуться. Вот эта карта прокрастинации. Когда уже думает, какую же чашу открыть. А нужно быть рациональным. И что-то для вас оценить с позиции ваших собственных возможностей. Того, что вы хотите осуществить. И пространство-то, да, помогает. Посмотрите, сколько у вас старших арканов, мои дорогие. А первый аркан праздника. Но с учетом карты башня действовать вам придется. И у каждого здесь, конечно, как-то проиграется по-своему. Но тут, скорее всего, для многих из вас может начать, допустим, меняться что-то по работе. А до конца года вы сами изменитесь. Или, может быть, отчасти вы встретите и человека какого-то другого. Или вы, если вы человек семейный, значит, для вашей семьи какие-то будут возможности. Я к тому, что мы меняем или меняется наша жизнь по части заработков, работы. А личная жизнь как будто подтягивается тоже. Там какие-то будут перемены. Или наоборот, у кого-то начнется, может быть, с личной жизни. Но и уделить внимание все же направлению вашей занятости определенно стоит. Потому что тут все взаимосвязано. Тут нет какой-то разрозненности. Нужно видеть свою жизнь в комплексе. И к этому предпосылки будут. Удивительный расклад 4 аркана. Напишите мне, тот, кто будет смотреть попозже этот расклад, как у вас вот эти 4 старших аркана проигрались. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы. Будьте любимы всегда.